Татарстан 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 Тем временем представители разных ведомств говорят о том, что такое предложение не актуально в нынешних условиях и не имеет научного обоснования. Этой же позицией придерживается и директор астрономической обсерватории КФУ имени Ангельгарта Юрий Нефедев. Москва находится во втором часовом поясе, а живет по времени третьего часового пояса. Казань расположена достаточно близко к центральному меридиану третьего часового пояса. Таким образом, если говорить простым языком, Москва живет по времени казанскому. То есть московское время это по сути дела лучшее казанское время. Иногда депутаты предлагают вернуть регулярный переход на декретное время, чтобы повысить качество жизни людей. Такой законопроект обсуждали в Госдуме Российской Федерации в прошлом году. По мнению эксперта, этот шаг тоже может быть болезненным для граждан. Переходить в летний период, сдвигая стрелки на час вперед, видимо, все-таки экономически обоснованно. Потому что считается, что экономия электроэнергии происходит, другие факторы экономические. Но с точки зрения физиологической, все-таки увеличивается при переходе депрессии, повышается число ДТП. Такие вот факторы, они наблюдаются. Универсальных ответов на вопрос пока нет. На всех сложившийся режим действует по-разному. Кому-то ранний восход солнца вредит, а кому-то наоборот. А потому тема перехода Татарстана в другой часовой пояс пока остается закрытой. Камиль Гемоздинов, Леонард Авлитяров, Универньюз.